Отстранили ли учителей, от чьих голосов содрогнулась вся страна? Исчезли ли тараканы и мухи из школьной столовой? Одна из накрасчиков и шкил, и санитарная гигиена. И пускают ли теперь родители на собрания? Сейчас администрация школы сделала ряд действий. Надеюсь, что на этом она не закончится. Вот так теперь выглядит школа, после того, как в ней побывал абзац. Я еще была из-за уважения родиша, но даже с уважением не могу. Она просто ехнула. На кухне идеально чистый пол, натертый просто до блеска. Все столы идеально чистые. А чтобы избавиться окончательно от всех мух, теперь здесь есть специальные клейкие ленты. Вы купили эти клейки для мух, да? А, в прошлый раз я как-то не заметила. А, вот после того раза, да, повесили. А горе учителей отстранили от преподавания в этом классе. Двое учителей отстранили от работы в этом классе. Есть вернение на управление освятой, про вынесение им административного стягнения, доганы, за порушение педагогической этики. Что касается третьего учителя, ведется расследование. А началось все с этой аудиозаписи. Эту запись делали ученики пятого класса на одном из уроков. Так учитель по зарубежной литературе общается с учениками пятого класса. Их родители в ужасе от отношения педагогов. Потому что мы поняли, что творится на этих уроках, почему у детей такая апатия в учебе образовалась, почему они нервные, потерянные и нет совершенно контакта. Я решила помочь разобраться в ситуации. Я знаю, что вы вот четыре заявления сейчас принесли на учителей, да? Пять. Пять уже заявлений? А что это за заявление? Три заявления с просьбой разобраться в ситуации. Но не успели мы подойти к школе, как нас уже ждал сюрприз. Ага, уже держат дверь. Вы нарушаете закон! Вы нарушаете сейчас закон Украины! Мы сейчас вызовем полицию. Вы нарушаете закон тем, чтобы вы нас не пускаете. Я журналист нового канала. Пропустите, мы пришли с родителями, учеников пятого класса. Мы хотим поговорить с директором. Еле прорываемся внутрь. С директором можно пообщаться? Я зараз поднимусь, подивлюсь, что она была на сегодня уроке. Раз в две хвилинки. И узнайте по поводу этих учителей, хорошо? Зараз я дизнаюся. Пока мне пытаются устроить аудиенцию с директором, я решила провести инспекцию школы. Ну, в столовой говорят у нас мамочки в классе, что сливают недопитые компоты в одну кастрюлю. И продают их заново. И это видела одна из родителей из нашей школы. А давайте пойдемте посмотрим, что там с тобой. Ребят, пойдемте. Надеваю халат и направляюсь туда, где готовят еду для школьников. Клеенка все в сыре. Боже, она лифт, она просто покрыта жиром. Это микроволновка. Как можно в такой ржавчине, в таком осадке разогревать детям еду? Только я рванула на кухню, мне звонит зам директора. Может, пытается отвлечь? А мухи тоже должны быть? А, мухи, конечно, да. Снимай быстрее, Дима. Вот, мухи летают. Смотри, мухи. Вот, смотри, сколько мух. Мух, пять мух у вас на кухне. Ну, а так все чистенько, в принципе. Ни москитных сеток, ни каких-то липучек нет. Нет, вы понимаете, у нас вытяжки, нормально працючут. Но мы в другой раз открываем в окнах, и оно может залететь. Мух здесь просто тьма, и, похоже, они здесь явно еще с прошлого лета. И поваров это, похоже, не смущает. Как и ненакрытые продукты под столом, которые потом пойдут на стол деткам. А вы как-то соль ничем не накрываете? Накрываем. А кто мертвый таракан? Нет, мы тараканов не ма, то мы приманки положили для таракана. А рядом мертвый таракан. А под соседним столом еще компания таких же мертвяков. Боже, боже, здесь сколько было тараканов, и сколько их потравили. Ну, живеть не мать. И везде крошки, и объедки. Мы можем зарастать и убирать. Ну, а у вас, в принципе, все засаленное оно. Оно все, в принципе... Ваня, Наташа! Иду! Где вас? А то почали уборкой заниматься, на пол позметал, кричу, что не сметайте вы. А в комнате по разделке мяса не только мух немерено, но и запах жуткий. Жаль, камера передать не может. А тут тоже мухи, да? Нет. Везде они. Это мясо рудмуражное, мясо сырое. Да, мясо свежее. Но мух как-то многовато. Ой-ой-ой, все, мне что-то становится уже как-то дурновато. Тут трохи, пойдем. Теперь я еще больше хочу увидеть учителей хамов и директора, который довел школу до такого. Еще 15 минут нас промариновали в холле, но директора нашли. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы директор, да? Раиса, новый канал, очень приятно. Как вас зовут? Светлана Леонтьевна. Светлана Леонтьевна. А вы уже включали, да, аудиозаписи? Нет, я не включаю. Ага. Ну тогда наслаждайтесь. Я за каждое замечаю. Ваши классы, за каждое. За каждое. Ну, я дружу меня. Нет, вы не дружу меня. Я дружу меня. Видите, это еще не все. Ставец! Я спать, я дружу меня. Давайте на дружу, я дружу меня. Нет, вы не понимаете. Там дальше унижение детей идет. Там детей ударили рукоприкладство. Рукоприкладство? Да. Она еще говорит, я что, должна извиняться? Ну, извини меня за то, что я тебя ударила. Не знаю, мы какого ребенка она ударила. Там выяснять не будем. Сам факт это есть. Ну, мы разберемся. А вы разберетесь каким образом? Будет призначено службовое расследование. Сколько времени займет рассмотрение вот этих вот заявлений? Чтобы было понятно. Ну, мы даму, 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 10 дней. Но я настаиваю на личной встрече с той учительницей. Прямо сейчас идем к ней в кабинет. Кто-то уверен, что сделает все на 12 сейчас? Это не я. Я вам еще раз объясняю. Это не я. Но вы слышите мой голос. Это не я. Я не интересую голоса. Я знаю, что учитель... Учитель у нас в дневнике. За то, что у детей веду я. Как это возможно? Не могли же дети подделать запись? Когда я слушал вот то, что вы сейчас услышали, у меня был колок по спине. Я мужчина, взрослый. Имею двух детей. Я не понимаю, почему мой ребенок к моему ребенку такое отношение. Почему вы кричите на детей? Вы же кричите на них. Мы все понимаем, что это был ваш голос. Могут, я не знаю, что он счастлив. Вы. Дуже вина. Вы их ненавидите, эти детей? Я их очень люблю. Хоть учительница и признала свою вину, но все равно не убедила ни меня, ни родителей. Не знаю, в каком состоянии отсюда выходят дети, но я вышла в полностью измученном, измотанном состоянии. Вместе с этим жутким видео с тараканами отправляюсь в санэпидемстанцию. Это не просто пустимо в заходе, потому что это переносниками инфекционных и паразитарных заходов. Показываю видео с кухни. Несподивно для меня, потому что школа очень серьезная и должна дотриматься всех санитарных норм и правил. Не выходя из кабинета, мое обращение регистрируют и вносят в общую базу. Полная антисанитария на кухне, тараканы, мухи. Заявлено. Фух. Ну теперь с чистой совестью в государственную инспекцию учебных заведений. Подключим еще и их. А если вот нет родительских собраний в классе, вот отменены? Которгинство начального заклада не должно и не мое забороняти проведение батьковской сборки. Даю послушать аудиозапись общения педагога на уроке. Если учитель подышает голос на дитину, кричит, ображает, это порушение вимог законодательства, это недотримание педагогической этики. И, конечно, в этом случае батькам нужно реагировать. Ну значит мы среагировали вовремя. Спустя неделю в школу приходит санитарная проверка. Мне уже не терпится посмотреть на изменения. Сейчас будет проведена проверка санитарного гигиеничного стану, пищеблоку, харчоблоку, подсобных основных примещений. Пока санстанция исследует кухню, я опять вижу их. Мух! Вот возле вас муха летает, вот видите ее? И вон там на лампе муха, вон наверху, видите? Это нормально? Они могут залетать. Треба подивиться и выйти на подверье. Хорошо. Ну а вообще, в принципе, могут ли в столовых и вот там, где готовится еда, быть мухи? Там еще муха, знаешь, после... Там уже не одна, но облизацию все привыкли. Комнатная муха – главный разносчик инфекций. Переносит на себе холеру, тиф, паратиф, листериоз, желтуху и многочисленные сальмонеллезные инфекции. Выбачьте, и вот еще мушка, возможно, и еще въем. Но, может быть, не дистанет. А вы купили эти клейки для мух, да? Здесь я не могу повесили. А, в прошлый раз я как-то не заметила. А, вот после того раза, да, повесили. Спрашивая у директора, почему до сих пор не избавились от насекомых. Ответ, мягко говоря, меня удивил. Все идеально чисто. Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы будут через 4 дня. А теперь узнаю у директора, как же она решила судьбу учителей. И это еще не все нововведения в школе. Я решила прийти после собрания к школе и узнать у обратившихся к нам родителей насчет изменений. Мы вам благодарны, что вы подняли эту тему, и что вы все-таки нашли в себе силы и ваш канал показать то, что происходило. Сейчас администрация школы сделала ряд действий. Надеюсь, что на этом она не закончит действие. И надеюсь, что действительно школа будет лучше.